Петр и Елизавета Литвиненко теперь родители. Новоиспеченная мама выписывается из Красногорского роддома с крошкой Тимофеем. Малыш абсолютно здоров. Вес тоже всем на зависть. 3 900. Сынишке, как рожденному в Подмосковье, полагался и подарок от губернатора. Но семейство предпочло финансовую компенсацию. На момент выписки мы уже все купили, то, что находится в коробке. Поэтому посчитали нужным, что деньги как-то более рационально будут. На ребенка тоже потратим в дальнейшем. Ему много чего надо еще. Семья Рубановых все необходимое для первых месяцев жизни сына тоже приготовила заранее. На денежную компенсацию решено приобрести электрокачели. У счастливых мамы и папы это первый ребенок. А у не менее счастливой бабушки – второй долгожданный внук. Тоже мальчик и тоже 23-го рожденный. В один день они получаются. Разница в 5 лет. За 7 месяцев 2020 года здесь уже приняли полторы тысячи родов. За весь прошлый год – 1915. Так что прирост налицо, констатируют в акушерском отделении. Традиционно больше, конечно, Московская область, Красногорск, соседние районы, Истра, Одинцово. Иностранцы рожают у нас и жители Москвы. Жителей Москвы тоже у нас стало больше. В этом году практически в два раза. Это районы Митино, север Москвы, северо-запад Москвы. По-прежнему мамочки могут получить все документы на малыша, не покидая роддом. Отдел ЗАГС работает в штатном режиме. Возобновились и партнерские роды с соблюдением требований ковид-безопасности. Те, кто только готовится стать родителями, могут пройти курсы школы матерей. Пока они доступны только онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok